Сегодня депутаты Законодательного собрания Кировской области в составе комитетов начали обсуждение вопросов из повестки предстоящего пленарного заседания. На социальном комитете наибольший интерес вызвал бюджет как текущего года, так и предстоящего. Подробнее Михаил Конышев. Первый вопрос, который рассмотрели депутаты, коснулся изменений в действующий бюджет. За счет увеличения финансирования некоторых статей и средств федерального бюджета, основные корректировки связаны с их перераспределением. В частности, было предложено решить вопросы по обеспечению мер социальной поддержки, выделить дополнительные средства на здравоохранение и возмещение затрат по предоставлению учителям ипотечного кредита. В результате изменений дефицит областного бюджета уменьшится на 20 миллионов рублей. На сегодняшний день, почему мы не представили предложение по сокращению доходной части бюджета, поскольку, чтобы ее сокращать, необходимо заместить ее другими источниками. На сегодняшний день прорабатывается вопрос с Министерством финансов. Также депутаты рассмотрели проект закона областного бюджета на следующий год. В нем предусмотрены средства на реализацию указов президента по поэтапному повышению зарплат отдельных категорий бюджетников. На развитие образования будет направлено 10 миллиардов рублей. На программу здравоохранения 7 миллиардов. На развитие культуры 645 миллионов и 10 миллионов предлагается направить на ремонт памятников и обелисков погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но, как заметили депутаты, на некоторые статьи денег в бюджете не заложено. У нас все эти годы, если не память не изменяет, была программа по борьбе с наркотиками. В этом году я ее не нашел. Нет ни копейки. У нас проблем, видимо, с наркотиками нет, из-за чего мы купали на все федеральные каналы по поводу спайсов. У нас в этом году учтены на сегодняшний день почти все федеральные средства, которые нам выделены по этим отраслям. В 2015 году эта работа всего лишь нам еще предстоит. Я говорила о том, что у нас объем безвыборных перечислений учтен не в полном объеме. И после распределения между субъектами Российской Федерации средств федерального бюджета, мы будем корректировать и, как правило, корректируем, в первую очередь, отрасли социальной сферы. В итоге было принято решение поддержать проект в первом чтении и направить замечания по бюджету на обсуждение. Михаил Конышев, Максим Козлов, Вести, Кировская область.